Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня они отдают дань благодарности человеку, создавшему для них этот земной рай. Вот сейчас на городской площади состоится открытие памятника основателю и благодетелю города. Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Большим моральным уроком, который следует извлечь из жизни этого человека Я имел счастье знать его задолго до того, как он приехал в ваш город При менее счастливых для него обстоятельствах Он... Он... Он человек, который испытал страдания и большие трудности на своем жизненном пути Рано оставшись сиротой, он был выброшен в жестокий мир И сам пробивал себе дорогу в том возрасте, когда большинство юношей еще сидит за школьной партой Дэви Купер принял вызов, брошенный ему жизнью Я предлагаю вам вернуться к той холодной ночи В жизни нашего героя, с которой началась вся эта история Такси! Такси! Одну минутку, молодой человек Благодарю вас Возьмите Такси! Пожалуйста О, нет, извините, это ваша машина Нет, ваша А я говорю, ваша О, нет, ваша Ну, хватит церемоний, садитесь и поезжайте Да, но я... Куда ехать? Я уже приехал Ширинки два пэтса Ух! Эй! Но ведь мы же не тронулись с места Ширинки два пэнса У меня только два пэнса Давай сюда А теперь выкладывай шилинг Эй, такси, свободен? Сейчас освобожусь Дэви Купер! Дэнни! Дэнни! Я тебя не видел сто лет с лишним Гони шилинг! Что случилось? Один идиот толкнул меня в такси Вот тебе шилинг Триполи Вот где мы виделись последний раз 17-й шотландский полк Вот были времена, Дэнни Ну, как живешь, парень? Не важно, Дэнни А ты, я вижу, в порядке Не жалуюсь Эй, подожди минутку А ты чем занимаешься? Как сказать? Всем понемножку, а ты? Намели? Не унывай, фортуна дама вертлявая Едем со мной, я тебе помогу Ну что ж, ты садись Может быть, вы справитесь еще и с этим цыпленком? Да-да, давайте Пожалуйста Спасибо Ну как? Вкусно? Ага Скажите, вы сегодня еще долго будете работать? Всю ночь Ох Так как ты слишком легкомысленно обращаешься с динамитом, голландец То я считаю, что опыт такого человека, как Дэви, может нам пригодиться Конечно, хотя бы на то время, пока у него заживет рука Дэви на мели и готов на все Ты готов делать все, что угодно Не правда ли, мой мальчик? Будем надеяться, что этот парень обращается со взрывчаткой лучше, чем ты, старый растяпа Ведь каждый может ошибиться Конечно, конечно Мистер Купер, вы не могли бы приступить к работе сегодня? Нет-нет, продолжайте, у вас еще есть время Если вы не возражаете Ну что вы? Мне бы очень не хотелось обидеть этого цыпленка Ешьте, ешьте Дэн говорил, что вы вместе были в армии Вы, оказывается, опытный подрывник А что вы взрывали? Что угодно Корабли, паровозы, депо, мосты У вас есть рекомендации? Отлично, отлично Я вижу, что вы хорошо знаете дело Правда, в нашей профессии есть некоторые особенности Дайте мне динамит, и вы увидите, кто я такой А вы отдаете себе отчет, какого рода услуги мы ждем от вас? Меня детали не интересуют, шеф Я взорву все, что угодно, скажите только что Ну что ж, тогда перейдем к делу Подойдите ко мне, мистер Купер Вы разрешите называть вас просто Дэви? Я буду очень рад Это чудесно Это внешний вид здания, а это его интерьер Но, пожалуй, вы все лучше поймете Когда взглянете вот на этот план Да, а то еще взорвешь не то, что нужно Верно? Работа по плану исключает возможность ошибок Надеюсь, вы не собираетесь взорвать этот дом А то полиция может рассердиться Кто? Полиция Он не лишен остроумия Ближе к делу Это Бонн-стрит, кондуит-стрит правее Черный ход, коридор, ведущий в магазин Здесь дверь в кабинет директора Тут шлифовальная мастерская И здесь в углу сейф Это сейф, выпуска 1947 года Секретный замок, строенный механизмом Сейф Бандиты И вы меня хотите втянуть в свою банду? А вы думали, что здесь детские ясли? Что это значит? Я ему намекнул, шеф Он ответил, что готов на все Ты же говорил, что на все согласен Я имел в виду честный труд, а не грабеж Положи трубку На, 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 опусти Будь осторожен Не поцарапайся об эту штучку Боевой товарищ Убери-ка свою игрушку, Дэн Ха-ха-ха, Дэви Почему вы так расстроились? А вы думали, что я буду радоваться Когда вы мне предложили стать жуликом? Мне! А чем же плохо быть жуликом? Чем плохо? Это просто плохо Брать чужие вещи некрасиво Это предрассудки, Дэви А несчастный ювелир, которого вы собираетесь выпотрошить? А мы ему окажем только услугу Он на страховке неплохо заработает А бедное страховое общество, оно разорится? А вы когда-нибудь видели бедное страховое общество? Я, по крайней мере, нет Они только и делают, что всех надувают Это миллионеры Так почему бы им не раскошелиться и не поделиться с нами? Но это преступление! Дэви, выслушайте меня Дэви, вы думали когда-нибудь о том полисмене, которому только что собирались звонить? Вы подумали о его жене и маленьких детях? Если бы не было жуликов, он бы потерял работу И таких, как он, тысячи Вы знаете, что в одном только Лондоне 40 тысяч полицейских? 40? Вы хотите, чтобы они умерли с голоду? Но кроме полицейских есть еще прокуроры, судей, адвокаты, тюремщики, надзиратели А им что угрожает? Они были бы не нужны, не будь преступников А тюрьмы? Тюрьмы тоже? Да! Это была бы катастрофа Да, Дэви, мой мальчик Если бы не маленькая горсточка преступников, в стране наступила бы безработица Начались демонстрации Они бы шествовали по Даунин-стрит с плакатами Мы требуем преступлений Англии нужны жулики Я никогда не думал об этом с такой точки зрения Не поздно это сделать сейчас Да, пожалуй Дэви, мой мальчик У тебя блестящее будущее, если ты свяжешь свою судьбу с нами У меня бездна идей, но мне не хватало тебя, твоего таланта, чтобы их осуществить Я тебя не собираюсь принуждать Но пойми, что тебе она слишком много известна И тем не менее, решай все сам Но попрошу тебя долго не раздумывать Потому что упомянутое выше мероприятие Наш визит к ювелиру назначен ровно на 9.30 вечера Ну что, Дэви? Что ты решил? Неужели ты предпочтешь печальный конец тому, что могло стать началом блестящей карьеры? Восемь часов сорок восемь минут Третий сигнал дается ровно в восемь часов сорок восемь минут Проверьте свои часы А вы? У меня часов нет Скоро будут Магазин ювелирный Магазин ювелирный Я был бы вам очень благодарен, друг мой Если бы вы ознакомили присутствующих с планом нашей операции С удовольствием, друг мой Я весьма посещен вашим вниманием Погасите свет Итак, Джек Мелли Если вы не возражаете, я приступаю к изложению своего плана Прошу Перед вами Адольф Джек Мелли Объект, на который устремлены наши взоры Коммерческий банк Рядом с банком находится больница Это счастливое обстоятельство поможет нам решить проблему проникновения в подвалы банка Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Здравствуйте, я вызвал на срочную операцию А вот и больной Извините Операционный зал Б, немедленно Одну минутку, я должна зарегистрировать больного Оно значение имеет регистрации, когда на карте жизнь человека Операционный зал Б будет занят Да, Саша, слушай, Саша Операционный зал Б, немедленно Продолжение следует... 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 Для меня это не беспокойство, а работа. Я обязан обезопасить себя. Вдруг вам захочется сбежать из тюрьмы? О, мистер Грин, не сходите с ума. Я уже здесь пять лет. Я совсем не хочу удирать от себя. Но вы же не можете входить и выходить, как будто находитесь у себя дома. Ведь это и есть мой дом. Единственный дом, который когда-либо был у меня в жизни. Да, но все-таки нарушать правила Купер не следует. Ну, идите. Вернитесь в камеру. Прошу вас. А теперь я могу идти? Нет. Сначала войдите в камеру, а потом я вас выпущу. А теперь можно идти? Нет. Закройте дверь, как полагается. Ну что ж, пожалуйста. Теперь обратитесь ко мне согласно правилам. Заключенный номер 323-889 просит в ваше разрешение выйти в сад. Вот это другое дело. Что вы делаете? Черт, не могу отпереть дверь. А вы не отопрете, она у меня заперта изнутри. Как изнутри? Я поставил с этой стороны замок. Вы знаете, надо хочется, чтобы тебя никто не беспокоил. Не забудьте перевернуть табличку. Доброе утро, Фред. Привет, Дэр. Он здесь, Падре? Спасибо, его вызывает начальник. Освобождают досрочно? Да, мистер Грин, но он еще этого не знает, и мне поручено сообщить ему. Такие вот минуты доставляют мне огромное удовольствие. Наслаждайтесь. Ну, это естественно. Они так хороши. Да, Дэви, эти божьи творения прекрасны. Это мои творения, сэр. Я их вырастил. О, Дэви. Купер, пойдете к начальнику, когда Падре кончат с вами беседовать? Зачем? Я всем доволен. У меня жалоб нет. Разве вам не надоела тюрьма? Ну, что вы, сэр. Мне тут неплохо. У меня здесь друзья, спокойно, ответственности никакой, как на пенсии. Неужели вам здесь действительно нравится? Извините меня за откровенность, но место это напоминает рай. А я думал, что оно похоже на ад. Вы шутите? Да-да, конечно, шучу. По-моему, это не тема для шуток, сэр. Дэви, что вы станете делать, когда выйдете отсюда? У, до этого еще далеко. А, об этом надо уже подумать. Да нет, не хочется, сэр. Вы должны все пересмотреть. Вы должны порвать с той жизнью, что вели раньше. О, не беспокойтесь за меня, сэр. Я теперь не оступлюсь. Отныне я честный человек. Зарубите это себе на носу. О, я очень рад за вас. Я подготовил вам очень неплохое место к тому моменту, когда вы выйдете из тюрьмы. Вы очень любезны. Но мы еще успеем поговорить об этом, когда придет время. Время пришло. От души вас поздравляю. Поздравляю, срок сокращен на два года. За хорошее поведение. Они меня выгоняют? Да. А сейчас идите, идите к начальнику, он ждет вас. За что вы меня обижаете? А что вы имеете в виду? Что я вам сделал плохого? Мой садик весь в цветах. А кто станет раздавать молитвники, если меня здесь не будет? А пить в хоре разве я не должен? Друг мой, вы меня удивляете. Не пойду никуда. И не просите. Но все люди мечтают о свободе. Только не я. Судья дал мне семь лет, и я все семьи отсижу. При всем уважении к вам, сэр. О, Дэви. Это мое право. Я, в конце концов, гражданин. Закон на моей стороне. Я не могу никак понять, на что вы жалуетесь. За хорошее поведение вас освобождают досрочно. Я не просил об этом никого. Хороша благодарность за то, что я здесь пять лет работал, не покладая рук. Сейчас я вам покажу хорошее поведение. Что вы делаете? Что вы делаете? Перестанчик. Боже мой, я вас прошу, я вас умоляю. Дэви, Дэви, опомнитесь. Неужели вы не понимаете, вы же будете свободны? Ну, хоть еще немного, хоть полгодика. Идемте к начальнику, Дэви. Ну, хоть три месяца, а? Идемте. Теперь давайте свою ручку. Другую. Так. Вы должны были предупредить меня хотя бы за две недели. Дэви, мы все как следует взвесили. Долг ваш занять свое место в обществе и трудиться на благо человечества. Это билет до Слита. А это рекомендательное письмо. Вы с этим письмом отправитесь на завод Маккилопа и компании. О, Дэви, ваше сердце должно преисполниться благодарности. Вам дана возможность начать новую жизнь. Аминь. Поторопитесь, Дэви, а то опоздаете на поезд. Идемте, Дэви. Хэлло, мой мальчик. Адольф. Он самый Дэви. Разве мы могли забыть старого друга? Нам порадовалось пять лет, чтобы вспомнить о нем. Я понимаю твои претензии, но мы же не виноваты, что ты попался, а нам удалось сбежать. Хе-хе, ирония судьбы. Я с ним согласен, Дэви. Забудь о прошлом и полезай в машину. Благодарю. Тут недалеко до вокзала. Ты должен поехать с нами. Дэви, за пять лет моды изменились. Тебя пора сменить костюм. Сойдет и этот. Я получил работу на севере. Где? В маленьком чудесном городке. Работа безопасная? Меня рекомендовал капеллан. А разве капеллан тоже из наших? Нет. Я избрал честный путь. Не будь дураком, Дэви. Что это ты каких-нибудь семь фунтов в неделю? Садись. Нет. У нас много работы, и через два-три месяца, став миллионером, ты сможешь спокойно выйти в отставку. Не хочу, не хочу. Ты будешь путешествовать. Южная Америка, Испания, Италия. Ты фиг. Раз и навсегда. Не хочу. Я обещал капеллану. Я становлюсь на честный путь. Дэви. Оставь его. Но он нужен нам. Он вернется. Даю ему двое суток на всю его добродетель. Поехали. Доброе утро. Я могу оставить свой чемодан? Да, но возьмите его не позже семи. Поезд уходит в семь пятнадцать. Я не собираюсь уезжать. Я буду здесь жить. Жить в Слите? Да, я буду работать на заводе. У меня есть письмо. На завод МакКиллепа. Откуда вы знаете? Тут все работают на МакКиллепа. Не делайте глупости. Вы об этом пожалеете. Возьмите чемодан и уезжайте отсюда как можно скорее. Куда? На край света. Зачем? Уезжайте, пока не поздно. Не хочу. Но помните, что я вас предупреждал. Запомню. Продолжение следует... Спасибо, мисс. Доброе утро, мисс. Здравствуйте, я вас слушаю. Вы чем-то расстроены? Нет, что вы. Я просто не ожидал. Я насчет работы. У меня тут письма. Так это вы, Дэви Купер. Меня я... Да, я знаю. Все в порядке. Джонни, мистер Купер завтра приступает к работе. Выдайте ему пропуск. Вы будете работать в первом цель. Благодарю вас, мисс... Фостер. Фостер. Прошу вас. Фостер. Фостер. ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 новенький что ты новенький а да да будешь здесь работать я не умею слушай скажи а трудно этому научиться нет это просто надо только следить чтобы эти колесики подшипники смазывались до самого низа а что там внизу там бункер что ты сказал бункер она может работать быстро медленно и с перерывами если надо остановить нажми на рычаг и она остановится и так держать нет 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 нажми и все а когда она остановится можно домой идти нет 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 в это время ее надо смазывать масленкой для этого надо иметь крепкую руку а иначе нельзя сейчас я тебе все покажу становись на мое место я да ты давай давай я выйду на минутку а ты посмотри чтоб все было в порядке а КОНЕЦ 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 Кто здесь безобразничает? Я не знаю, сэр Чёрт знает, что здесь происходит Кто это всё натворил? Я? Это я? Я здесь Вы! Вы идиот! Извините, мистер МакКиллоп, это новый человек как я его сейчас же уволю. Все убытки за ваш счет. Убирайтесь отсюда! И немедленно! Это не я, это Масленка виновата. Вы меня слышали? Расчет! И немедленно! А может быть подождать? Он работает первый день? Да, сэр. Не ошибается только тот, кто не работает. Я уверен, что со временем он научится. Я прошу пока не увольнять его. Я всегда был справедлив по отношению к моим служащим. Благодарю вас, мистер МакКиллоп. Благодарю вас, мистер МакКиллоп. Но больше, чтобы этого не случалось. Можете мне верить. Я все учел, это не повторится. О, Господи, осел! Извините, сэр, я вас не заметил. Идемте, Эштон. Не понимаю, МакКиллоп. Зачем вы нанимаете всяких болванов? Надо было его немедленно уволить. Он простодушен. А нам такие люди всегда могут пригодиться. В частности, сегодня на собрании. Вы поняли, Эштон? Пора начинать. Не торопите меня, Эштон. Я боюсь, что это махинация с акциями. Может, плохо кончится? Это абсолютно законно. Не волнуйтесь. Я не ручаюсь, что вы попадете в рай, но от тюрьмы я уберегу вас. Смелее. Леди и джентльмены, я буду откровенен. Наш любимый город умирает. Он разрушается у нас на глазах. Мы опоздаем на собрание, мистер Купер. Я готов. А ваш отец не идет? Нет. Разве вы не заинтересованы в процветании нашего города? Он от этого станет еще хуже. Я с удовольствием взорвал бы его ко всем чертям. Ну ладно, папа, хватит. Ты его взрываешь каждый день. Но если вам здесь не нравится, то почему вы отсюда не уедете? Я с удовольствием уеду, если вы мне одолжите денег. Идемте, мистер Купер. О, мистер Фостер, неужели вы не пойдете? Нет, я терпеть не могу Макфилопа. Я заранее знаю все, что он скажет. Я делаю все, что могу для счастья нашего Слита. Ведь счастье этого города есть счастье его граждан. Очень похоже. Процветание нашего города выгодно для всех нас. Процветание нашего Слита выгодно для всех нас. Для вас. И для вас. И для вас, молодые люди. Итак, всеобщее процветание или упадок и разорение. Так стоит вопрос. И на этот вопрос ответ может быть только один. Я знаю этот ответ. Ищите дураков где-нибудь в другом месте. Правильно. Вы свободитесь из себя, а не из нас. Слышите. Абсолютно с вами согласен. В нашем городе нет и не может быть дураков. У нас люди умные. А умный человек всегда понимает, в чем его польза. Общество по возрождению Слита. Вот что нас может вывести из тупика. Я лично вложил крупную сумму в это предприятие. Мой коллега, мистер Эштон и синдикат, который он представляет, верят в будущее нашего города. Они готовы вложить крупные суммы в дело его развития, если жители Слита поддержат этот проект. Но мне нужно, чтобы вы поняли, что для успеха нашего дела нам требуется поддержка всех граждан, независимо от их финансовых возможностей. Приобрести акции общества я вам советую как можно быстрее. Я уверен, что вы все патриоты нашего города. И с бурным энтузиазмом откликнитесь на призыв. Общество по возрождению Слита. На вас смотрит история. Разве вы не хотите, чтобы в Слите выросли новые заводы? На ваши выгоды! Вы лучше старый завод отремонтируйте! Если так, то... Хотя это и очень прискорбно, но мне, очевидно, придется закрыть завод. Приятный произвол! А вы подумали, что будет с людьми? Не дадим закрыть завод! Я презираю вас! Значит, вы должны понять, что у нас есть только один выход. Новое общество нужно поддержать. Теперь, когда вы осознали, что ситуация требует безотлагательных мер, я уверен, что вы одобрите наш проект, вложив в него все свои сбережения до последнего пенни. Я с вами целиком согласен! Это великолепные предложения! Я верю такому великому человеку, как мистер Макиноп. Он дает нам ключ к счастью! А вы отказываетесь. Вы не верите в будущее своего родного города. В этом городе ни у кого нет будущего! Не может быть будущего! Перестаньте говорить ерунду! А этот ребенок, значит, и у него нет будущего. И у многих тысяч таких же, как он. Они все имеют право вырасти в красивом, светлом городе. Я в вашем городе новый человек, но я верю в него, и в мистера Макиноп поверю. И поэтому я вложу все свои деньги в будущее этого ребенка. Здесь все мои сбережения, все, что я скопил за пять лет. И поверьте мне, я их нелегко заработал. Примите, мистер Макиноп, все мои сбережения. Пять фунтов три шиллинга и пенс. Отдай! Он хочет сам заплатить мистеру Макинопу за свое будущее. Он верит в этот город, и вы тоже должны поверить в него. Раз он дает деньги, то и мы дадим. Чем мы хуже него? Верно, я куплю акции. Вы должны подумать о наших детях. Я думаю, что он прав. Одну минуту. Хорошо, хоть приезжий человек открыл нам глаза. Слит вам будет за это вечно благодарен. kişi, виноват. Это вы? Да, я, мистер Маккиллов. Я уже распорядился, чтобы вам дали работу получше. Я вам очень благодарен. Это мы должны быть вам благодарны за поддержку. Теперь вы будете зарабатывать гораздо больше. Не надо. Я так же, как и вы, не интересуюсь деньгами мистера Маккиллова. Главное благо народа. Да, да. Ну, конечно. Спокойной ночи. Мистер Маккиллов! Что вам еще? Вы мне разрешите убрать ваш кабинет? Конечно. Спокойной ночи. Мистер Маккиллов! Ну, что вам еще? Мне нужна мастика. До свидания. Маккиллов! КОНЕЦ Вы знаете, Лондон меня всегда так утомляет Мистер Маккилла поставил что-нибудь для меня? Вот, пожалуйста Благодарю вас Посмотрим, что здесь О! Вы живы? Да, но это чистая случайность Посмотрите на меня весь пропитан этой вонючей дрянью Надо вымутся и переодеться Дайди-ка мой саквояж Как бы я хотел, чтобы мне попался этот йод, который оставил здесь ведро Хорошо, что у Маккилла поесть душ Я подойду Хэллоу, Морли? Эш-то не может подойти, говорит Коллинз 76? Вы уверены? Хорошо, вот это скачок Ха-ха, я ему передам Звонил Морли О, что ему надо? Какие новости? Очень приятные Неужели? Завтра, когда откроется биржа, акции будут стоить 76 76? Не думал, что они так быстро поднимутся Мы можем продать их раньше, чем предполагали Как вы думаете, на сколько они еще поднимутся? До ста Не может быть Может быть и выше До ста десяти, ста двадцати, ста тридцати Но я продам свои акции, как только они достигнут ста Дам-дам-дам Дам-дам-дарададам Субтитры делал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Подождите, знаете что, если вы будете молчать, я вам уступлю несколько своих акций и сообщу вам, когда их нужно будет продать Мы разбогатеем, а люди последние потеряют Такова биржевая игра Тут уж ничего не поделаешь Но главное уметь молчать Я могу на вас положиться? О да, безусловно Извините, мне надо работать Да? Кто говорит? Купер? Купер Ах, да, помню Так что вам угодно? У меня есть очень важное сообщение Этот Эштон Жулик Эштон Жулик? Неужели? Вы больше никому об этом не говорили? Нет Вы еще там у меня в кабинете? Хорошо Подождите, он идет сюда Сейчас одну минутку, Купер Полиция Это говорит мэр Я подозреваю, что мой сейф на заводе взломан Благодарю Купер Слушайте внимательно и сделайте то, что я сейчас скажу Да, сэр Сейф находится за картиной? Откройте его и принесите мне коричневый пакет Вынуть пакет и принести его? На меня вы можете положиться Какая комбинация цифр в вашем сейфе? Алло Алло Ну что ж, не в первый раз Ага, я не в первый раз 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 Здравствуйте. Чистая работа. Поздравляю. Ну, будь хорошим мальчиком. Только не подымай шума. Вы думаете, что я грабитель? Да я выполняю просьбу мистера Маккиллопа. В этом пакете находятся улики против одного жулика. Да, это веская улика. Не троньте меня, вы за это ответите. Позвоните мистеру Маккиллопу. А вот и он сам. Вот ваш пакет, мистер Маккиллопа. Ну что? Ой, мансфоличным. Отлично, сержант. Вы же сами мне приказали. Я приказал вам ограбить мой сейф. Он принимает нас за дураков, инспектор. Мистер Маккиллоп, вы отказываетесь от своих слов? Такова, значит, ваша благодарность за все, что я для вас сделал. Он был и останется преступником. Это не я, это вы преступник. Да, держите его. Ага, хватайте его. Теперь он не уйдет. За мной, вниз. В душе несопоместны. До новых встреч. Да, правильно. Это включенovэн. Было неведно. Вот он! Держите его! Ну, что нового в газете? Да ничего. Дэви! Что случилось? Они гонятся со мной. Кто? Полиция. Что ты натворил? Ничего, я попался в ловушку. Оказывается, мистер МакКиллоп жулик. Ну, это мне 30 лет известно. Садись лучше, выпить чай. Они хотят ограбить весь город. Я случайно их подслушал. Дэви, ты должен бежать. Эти негодяи засадят тебя в тюрьму. Вот и хорошо. Там я буду в полной безопасности. Не говори глупости. Беги, Дэви. Беги через черный ход. Возьми мой велосипед. Как же быть? Мы должны помешать МакКиллоп. Единственная возможность ему помешать это взорвать ко всем чертям наш несчастный город. Пожалуй, это неплохая идея. Дэви, беги. Пока еще есть возможность. Хорошо. Но я еще вернусь. Я рассчитаюсь с МакКиллопом и всей его шайкой. Уходи. Обыскать. Он должен быть здесь. Ага. Вы знаете, что грозит вам, если у вас найдут преступника? Знаю. И поэтому прошу вас отсюда уйти. Скорей, скорее. В погоню. Дэви, старина. Дэнни, ворюга. О, значит, прямой и честный путь кончается все-таки здесь. Никогда мне не говори о честном пути. Я убедился, что все эти порядочные люди, мошенники. Великолепно. Я рад, что ты образумился. Надо выпить по этому поводу, а потом займемся делом. Почему вы опять вернулись в этот хлеб? Что ж, Дэви, мой мальчик, не буду от тебя скрывать, что с тех пор, как ты от нас ушел, фортуна повернулась к нам спиной. Нам плохо без тебя. Понял. Если б ты знал, какую мы работенку для тебя подготовим. Я все для вас сделаю, но сначала вы должны помочь мне. Для тебя все, что угодно, милый Дэви. Мы же опять союзники. Ну, это зависит только от вас. Ну, что ты задумал, говори побыстрее. Бриллианты? Нет. Миха? О, Миха. Наличные? Нет. Это несколько необычное дело. Что это? Акции общества по возрождению Слита опять поднялись. Хорошенькая афера. А откуда ты знаешь? Когда-то я этим занимался, мой мальчик, прежде чем я понял, что есть более верный путь. Поверь мне, взламывать сейфы гораздо выгоднее. Но ведь они ограбили жителей целого города и положили в карман огромную сумму. Я не успокою за тех пор, пока мы не вспорим этот карман. Ты становишься человеком, Дэви. А когда мы выманем у них все до последнего, Пенни? Что тогда? Вернем деньги пострадавшим. Новый Робин Гуд. Он сошел с ума. Это правда, Дэви? Только временно. Но ты хочешь невозможного, Дэви. Ну что ж, ты не поможешь мне. Я не помогу тебе. Ну-ну, Дэви. Извини, я просто хотел сказать, что это не так легко сделать. Для такой операции нужны деньги. И немалые. Вот тут для начала я кое-что припас. Да, возьми. Вот это, кстати. Молодец, Дэви. Но только вряд ли этого хватит. А, чтобы выиграть эту крупную игру, нам необходимо зарекомендовать себя людьми с неограниченными средствами. Людьми с безупречной репутацией, чья честность и порядочность не вызывает сомнений. Но ведь это невозможно. Прости, насколько я помню, тебя всегда манило... Невозможное, ты хочешь сказать? Вот именно. Что ж, придется подумать, чья репутация безупречна при миллионном состоянии. Ну, конечно. Ха-ха-ха, как просто. Ха-ха-ха, как просто. Ну? Добрый день. Ого, добрый день, сэр. Скажите, пожалуйста, сколько комнат в вашем отеле? Двадцать, сэр. Что ж, пожалуй, нам хватит. Извините, но десять из них заняты. Дайте команду освободить их, майор. Вас что-нибудь смущает? О, нет, сэр. Извините меня, но мне кажется, что я вас уже где-то видел. В журнале Тайм, наверное. О, ну, конечно. Не откажите в любезности, распишитесь в книге гостей. Пожалуйста. Генерал Перкинс и его штаб. Национальность, сэр. Я боюсь, что я этого фуэя не смогу заполнить. И соображение безопасности я здесь инкогнито. О, я понял, сэр. Что у вас здесь? Гостиная. Ну что ж, прекрасно. Здесь будет мой кабинет, майор. Да, генерал. А штаб где будет, шеф? Тоже здесь. Я майор, идиот. Майор? Да, генерал? Позаботьтесь о том, чтобы как следует разместить людей. Слушай, генерал. Сержант, осмотрите комнаты. Слушай, сэр. Профессор. Я слушаю вас, генерал. Прошу прощения. Я не смею вас больше задерживать. А, благодарю вас, сэр. Я боюсь, что я все испорчу. Пока все идет довольно гладко. Ты так думаешь, Адольф? Ты великолепный актер, Дэви. Держу пари, что он уже висит на телефоне. Да, американская армия. О-о-о, они ведут себя очень осторожно. Но от меня ничего не скроешь, я проницательный. Ракетная база. Да, верно. Я думаю, вам лучше приехать. Ну что ж, встретим его. Он меня узнает в этой форме никогда. Моя шляпа. Очки. Где мои очки? Не надо волноваться, Дэви. Очки пропали, понимаешь? Благодарю. Он занял весь отель. Весь отель? Угу. Как его фамилия? Перкинс? Совершенно верно. Генерал Перкинс. Крупнейший специалист по ракетам. Вы, наверное, читали о нем в журнале Тайм. В журнале Тайм? Да, в журнале Тайм. Эээ, конечно. Он уже здесь. Чем мы можем вам служить, мистер... Простите, я не знаю вашего имени. Зато я знаю ваше имя. Знаю даже, зачем вы приехали. Я вас вижу насквозь. Я ведь тоже заинтересован в строительстве ракетной базы. Генерал Перкинс. Хотел бы я знать, откуда вам известно, кто я такой. Журнал Тайм? Я читаю. Ах, вот как. Не хотите сигару, мистер... Маккиллоп. Мистер Маккиллоп. Надеюсь на вашу скромность. Я хочу быть с вами откровенным. Благодарю, генерал. Я слушаю. Маккиллоп. Она уже готова к полету. А теперь ближе к делу. Майор. Профессор. Так вот, мистер МакКиллоп, как странно, вы мне напоминаете... Ой, генерал, вы не забыли, что у вас назначено совещание. Простите, генерал, я вас внимательно слушаю. Так вот, знаете, что это такое? Это план Слита? Да. Насколько мне известно, вы мэр этого города. Да, это так, сэр. И большая его половина принадлежит вам. Да, сэр. Вы видите здесь пометки красным карандашом? Конечно. Так вот, все, что отмечено, мы хотим купить. Купить. Профессор, вы уверены, что для запуска это единственное подходящее место? Да, мой генерал. Согласно моим вычислениям, направление ракеты Д, пущенный со скоростью Б, концентрация энергии в один миллион. О, хватит, профессор. Все эти научные штучки дела ваши, профессор. Мне поручено построить здесь ракетную базу. Если нам потребуется для этого весь район, то ничего не поделаешь. Мы купим его. Весь район? Ну, а может быть, нам придется купить и весь город, и его окрестности, и прежде чем начнутся взрывные работы, людей надо будет выселить. Как купить весь город? Сэр, я больше не собираюсь торговаться. Но для этого нужны большие деньги. Мне даже трудно представить себе эту сумму. Я вам кое-что скажу, но это должно остаться между нами. Я уполномочен предложить для начала один миллион. Миллион долларов. О, фунтов, сэр. Фунтов стерлингов? Конечно, не грецких орехов, сэр. И поскольку это ваш город, вы должны все организовать. Перекупить дома, обеспечить эвакуацию населения, ну и все прочее. Я понимаю, конечно, вам нельзя всем этим заниматься. Вы для этого слишком заняты. Я все беру на себя. Очень хорошо. Ну и естественно, нам придется взять в свои руки это общество по возрождению Слита. Скупить все акции. Да, да. Знаете, вы очень похожи. Генерал, вас вызывает Вашингтон. Кто? Вашингтон. Да-да, пусть подождет, майор. Я должен перед вами извиниться, мистер МакКилл. Ну что вы, генерал, я понимаю. Вас ждут дела государственного значения. Я никак не могу отделаться от ощущения, что мы уже встречались. Со мной? С вами. А на Бродвее, может быть? Нет, нет, тут, в Слите. Постойте. Вы, извините, но это такая нелепость. До свидания. Всего хорошего, сэр. Как ты думаешь, я произвел на него впечатление? Если бы это было не так, ты бы уже сидел в тюрьме. Это американский генерал. Он похож на жулика, которого ищет полиция. А ты его знаешь? Он раньше сюда очень часто приходил. Добрый день, мэм. А, Дэви. Тш-ш-ш. Интересно, как от тебя удалось меня узнать? О, Дэви, неужели ты думаешь, что можешь кого-нибудь обмануть? Уверен. Кроме тебя, меня здесь еще никто не узнал. Тебя призвали в армию? Отец, ты видишь, какая красивая форма? Это американская. Ты что, капитан? Нет, сэр, извините, но я генерал. Дэви, ты сошел с ума. Я же обещал рассчитаться с Маккилопом. А другого пути не было. Это безумная затея. Ты должна мне верить, я знаю, что делаю. Ну, что ты можешь сделать? Один, безусловно, ничего. Но я пользуюсь поддержкой самой богатой страны в мире. Соединенных Штатов Америки. Правда, они об этом не знают. Ты, видно, давно не сидел в тюрьме. В тюрьме не так уж плохо, но не в этом дело. Мне нужна ваша помощь. Рассчитывайте на меня, генерал. Тогда слушайте. Маккилопу нужно срочно скупить все акции общества по возрождению слита. Он заплатит даже вдвое больше. Нужно, чтобы люди знали об этом. Не беспокойтесь, генерал. Я сейчас же обойду все пивные слита. Да, папочка, ты хорошо знаешь этот маршрут. Дэви, образуйся. Не беспокойся обо мне. Мы дадим людям возможность заработать на акциях и выбраться отсюда. Почему, Дэви, ты не объявишь нам войну? Тогда бы ты мог взорвать этот город. Я бы очень хотел это видеть. Ну, что ж, может быть, и увидите. Да-да, весьма возможно, что этот милый город скоро взлетит на воздух. Вот он идет. Я все-таки уверен, что это он. Я не буду торговаться. Мне нужен весь юго-западный район. Дэн, кто тебе испортил настроение? Я сам. Я нечаянно зашел в кабак. Я тебе запретил заходить в кабаки. Так я же не здесь, а в соседнем городе. Дальше? Ну, я пил свою виски, никому не мешал. Вдруг вошли два американца. Американцы? Да, у них там рядом аэродром. А ты идиот. Не я начал. Один ко мне подошел и говорит, здорово, парень. А я говорю, здорово, старик. Так ему, видите ли, не понравился мой акцент. А второй говорит, ты, наверное, из Бруклина. А я родился в Техасе, и мне всегда были противные кретины из Бруклина. Это я, кретин из Бруклина. Да при чем тут Бруклин? Ты ведь англичанин. Конечно. Но я увлекся и вспомнил об этом только тогда, когда он мне опять залепил ухо. И в кабак вошли двое полицейских. Двое полицейских? Вас схватили? Не говори глупостей. Я смылся через черный ход. Ты абсолютно уверен, что ушел в незамеченном? Все пропало. Возьми себя в руки. Они нас арестуют. Мы не в американской армии. Тогда мы будем расстреляны, как шпионы. Нет, я все беру на себя. Выйдите отсюда. Американский генерал нас разоблачит, как только я раскрою рот. Дэви, тебе незачем раскрыт. Войдите. Генерал Камингс, командующий северо-восточным сектором района Б. Вы не присядете, сэр. Благодарю вас. С кем имею честь? Я майор Хортон. Здесь нахожусь по особому заданию международного характера. Майор, один из ваших людей... Сэр, нам уже доложили об этом инциденте. Вы относитесь к этому так спокойно? Я в своих войсках не допускаю дебоширства. Мой принцип – проведение политики доброй волей. Завтра я вылетаю в Вашингтон на совещание генерального штаба, посвященное этому вопросу. Я не собираюсь отвечать за ваших людей. Так что будьте любезны навести в своих войсках порядок. Но вам бы не мешало знать, с кем вы разговариваете. Мне до этого нет дела. Впрочем, в самом деле, кто вы такой? Я думаю, что генерал не сможет на это ответить. Что вы здесь делаете? А на этот вопрос еще труднее ответить. Одну минуту, майор. Я обращаюсь к генералу, пусть он мне отвечает. Это вверенный мне район. И я имею право узнать, кто вы такие и что вы здесь делаете. А вы журнал «Тайм» хоть язык и читаете, сэр? Т-тайм, вы сказали? Да, журнал «Тайм». Нет, я... Так как же вы можете быть в курсе дела, сэр? Майор, я вижу, что у нас единственное... Это позвонить в Вашингтон. В Вашингтон? Да, президенту. Используйте прямой провод. Но, генерал... Звоните, майор. Сейчас я только найду номер телефона. Стойте, генерал. Не надо впутывать Вашингтон в это дело. Парни выпили. Ну, естественно, подрались. Лучше забыть об этом и пожать друг другу руки. Что ж, я согласен. Мои искренние извинения, генерал... А? Паркинс. Паркинс. И, пожалуйста, рассчитывайте на меня, если что-нибудь будет нужно. О, Вы очень любезны. Нам теперь уже нужна Ваша помощь. Не могли бы Вы прислать оборудование для взрывных работ? Это не затруднит Вас? Нисколько. Что Вы, генерал? Полковник, установите связь с майором. Майор Хортон, не так ли? И немедленно доставьте сюда все, что потребует генерал Перкинс. Слушаюсь, сэр. Желаю удачи, генерал. Да. Вы очень невнимательны к своему начальнику Эльмар. Никогда не пошлете мои фотографии в журнал «Тайм». Но Вы же ракетной базой не командуете. А генерал Перкинс командует. Да. Да. Как они все счастливы, что могут уехать отсюда. Нет, они просто симпатизируют Вам, хотят очистить для Вас территорию. Но если бы я не скупил все акции, они бы неплохо заработали. И Вы тоже, мистер Маккиллоп? И я тоже. Не хотели бы Вы проверить документы, генерал? Нет, что Вы. Все наши отношения строятся на... На Дариме. О, конечно. О, Вы прошу прощения, Вы меня извините, мистер Маккиллоп, я на одну минуту. Пожалуйста. Я говорю тебе, Дэви знает, что делает. Ты понимаешь, что он хочет взорвать город? Молодец, давно пора это сделать. Почему Вы еще здесь? Я же Вас просил увезти ее отсюда. Она не хочет уезжать. Дэви, ты не должен совершать этого безумия. Я теперь уже не могу остановиться. Я этого не допущу. Сейчас же все расскажу Маккиллопу. Я прошу тебя, образумиться. Образумиться? Ты хочешь уничтожить дома стоимостью миллион фунтов? Но ведь они не мои. Ну, знаешь. Ты обязана выполнять мои приказы. И все-таки я все скажу Маккилопу. Подожди. Ты сошла с ума? Ну, что мне с ней делать? Прикажите ее арестовать, генерал. Это идея. Какой он генерал? Под арест. Другого выхода нет. Взять ее. Только смотрите, чтобы она не сбежала. Что ж, генерал, подпишем документы. Как Вам будет угодно, сэр. Прошу. Ну, если Вы не возражаете, я хотел бы начать взрывные работы как можно быстрее мистер Маккиллом. Чем скорее, тем лучше. Да-да. Так. Угу. Генерал. Мистер Маккилл. Ну. Мистер Маккилл. Вот видите, Ваш город полностью очищен. Он Ваш, генерал? Черт побери. Что Вы сказали? А, да нет ничего. О, осторожней. Что Вы делаете? Вы чуть было не взорвали мой город. Вы шутите. Ой, я пошутил, конечно. Все строго контролируется. Когда начнутся взрывы? Немедленно. Я устроил свой наблюдательный пункт в конце пристани. Там мы будем в безопасности. Мы? А без меня обойтись нельзя? Нет, мистер Маккилл, поедемте. В конце концов, это Ваш город. Вы мечтали о росте слита, и сейчас Вы увидите, как он поднимется до небес. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Возьмите в последний раз на свой слит, мистер Маккилл. Все готово, мой генерал. Очень хорошо. А с нами ничего не случится? Пол мили водного пространства отделяют нас от опасной зоны, сэр. А что это за штука? Перед Вами план города. От каждого здания к этому пульту идут провода. Да, нажал кнопку и ратуши нет. Ой, как Вы напугали меня. Вы хотите дать задний ход, сэр? Нет, почему же? Начнем. Майор, начнем. Слушай, сэр, приготовиться. Готов, готов. Готов. Все готово, сэр. Я думаю, мы начнем с... С чего мы начнем, сэр? С чего-нибудь маленького. Ну что ж, давайте начнем с общественных уборных. Мужских. Ха-ха-ха-ха. Теперь мужские. Теперь я предлагаю взорвать ратушу, сэр. Лучше библиотеку. Она и так еле держится. Эээ, моя очередь. Ха-ха-ха. Я сам хотел ее взорвать. У, сэр, не будьте ребенком. Теперь ратушу. Ха-ха-ха. 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 Здорово! А мы сами не взорвемся? О, нет! Ваша очередь. Взрывайте завод. О, мистер Маккиллоп, я не могу взорвать ваш завод. Он теперь ваш. Ну, давайте. О, мистер Маккиллоп, я не могу взорваться, я не могу взорваться, я не могу взорваться. О, мистер Маккиллоп. О, мистер Маккиллоп. Невероятно, невероятно. Все в дребезге. Это настоящее искусство. Сэр, я думаю, искусство меня научили в лучшей армии мира. Генерал, вы мне очень нравитесь. Генерал, у профессора есть срочное сообщение. Прошу извинения, мистер Маккиллоп. Я сейчас. Приходится считаться с учеными. Ну, профессор, чем могу быть полезен? Генерал, произошла ошибка. Печально. Что вы сказали? Я ошибся в расчетах. Он ошибся в расчетах. Ошибся в расчетах? Это вообще не тот город. Не ошибается только тот, кто не работает. Не тот город? Ничего не поделаешь. Когда убрали здание, профессор увидел, что это место нам не подходит. А вы этого не знали? Нет. Примите наши искренние извинения. Ну что ж, придется поискать другое место. А что будет со мной, с моими деньгами? В таких случаях применяется путь обанулирования. Постойте. Постойте. Но в нашем контракте нет такого пункта. И совершенно напрасно. Ведь речь идет о топографической ошибке. Вы меня обокрали. Мой город. Вы так просто не отделаетесь. Я буду на вас жаловаться. Я позвоню в Вашингтон. Вы слышали? Я позвоню в Вашингтон. Как вам известно, за 9 дней я посетил 24 страны. Цель моей поездки продемонстрировать нашу политику доброй воли. И мы должны удвоить наши усилия, чтобы наши... Я не подхожу к телефону. Очень срочно, Ся. Британский посланник. Ох уж эти мне дипломаты. Но этот хоть с нами в дружбе. Доброе утро, господин посланник. Господин посланник, простите меня, но вы... Что, что мы сделали? Этого не может быть. О, нет, я не считаю Вас лгуном, господин посланник. Весь город? Генерал Перкинс? Подождите минутку, пожалуйста. Кто-нибудь из вас знает генерала Перкинса? Генерал Перкинс. Генерал Перкинс. Кто тут говорит о генерале Перкинсе? Вы его знаете, Коменс? Прекрасно, он мой приятель. Он был там же, где и я. Хе-хе. Да, между прочим, он выполнял ваши задания, и я ему помог. А вам известно, какое задание выполнял генерал Перкинс? Известно. Я читаю журнал Тайм. Он уже попал в Луну. Генерал Перкинс только что пустил на воздух целый английский город. Целый город? А где же добрая воля? И вы помогали ему. Я? Я... Я ничего не знал об этом. Выходит, ваши войска действовали самовольно. Нет, сэр. Мои войска дисциплинированы, а они без приказа действовать не станут. Значит, вы за все отвечаете. Почему я? Ну да. Очевидно, все же я. Да, господин посланник. Нет-нет, я выяснял некоторые факты. Нет, господин посланник. Всю ответственность мы принимаем на себя. Уверяю вас, все убытки будут возмещены. Да. Я затребую сигнования в один миллион. Три миллиона? Пять миллионов долларов. Мы восстановим ваш город, так что вы будете довольны. До свидания, сэр. Это и есть, джентльмены, добрая воля. Этот прекрасный новый город, так метко названный городом доброй воли, стоит как сияющий символ великодушия наших американских друзей. Но, по-моему, он прежде всего является, я бы сказал, результатом пророческого видения нашего общего благодетия. Я возвращаю вам ваш город, мистер Макилов. Теперь мы с вами в расчете. Дэви, я вижу, что вы меня недооцениваете. Я всегда действовал в интересах слитой его населения. Не сомневаюсь. Субтитры создавал DimaTorzok Дэви, Дэви, милый, ты надолго? О, не думаю. Я уверен, что меня опять оттуда скоро выгонят. И ты вернешься к нам в слит? А ты этого хочешь? Больше всего на свете. Но если так, то я обязательно вернусь. Меня никто не остановит. До свидания. До свидания. Дэви, я жду. Субтитры создавал DimaTorzok Дэви, я жду. Субтитры создавал DimaTorzok Дэви, я жду. Субтитры создавал DimaTorzok Дэви. Субтитры создавал DimaTorzok Дэви.